Вести Карачаева, Черкесия В рамках акции «Сохраним лес» в республике будет высажено более 14 тысяч саженцев. А теперь об этих и других темах подробнее. Семейная ипотека 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 Пригласить гостей. В рамках акции «Сохраним лес» высадят более 14 тысяч саженцев. Центральная акция, которая пройдет на землях лесного фонда Зеленчукского лесничества в связи с погодными условиями, перенесена с 21 на 19 октября. В общей сложности в рамках акции в период с 19 по 22 октября на территории Карачаева-Черкесии пройдет 22 мероприятия по посадке саженцев различных пород деревьев. Акции пройдет как на землях лесного фонда, так и на территориях ряда муниципалитетов. «Сохраним лес» – ежегодная всероссийская акция по восстановлению лесов, реализуемая в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». Министерство природных ресурсов и экологии совместно с добровольцами ликвидировало несанкционированную свалку и общей массой порядка 100 тонн – это 13 КАМАЗов. Она образовалась после летнего туристического сезона. Данный участок лесного фонда является излюбленным местом установки палаточных лагерей. Они поехали защищать родину. Баннер с такой надписью появился при въезде в Аулпсыш. На нем изображены парни из Абазинского района, призванные в рамках частичной мобилизации. Сейчас они заняты интенсивной подготовкой и боевым слаживанием под руководством опытных инструкторов. Ветераны регионального МВД организовали для подростков республики экскурсию в Центр кинологической службы. Ребятам рассказали о методиках дрессировки и особенностях службы их четвероногих напарников по различным направлениям оперативно-служебной деятельности. Дети также ознакомились с условиями содержания четвероногих стражей правопорядка. Во Владикавказе в Северной Сети Алании завершился Всероссийский культурно-спортивный фестиваль «Мирный Кавказ». Наши спортсмены представили республику достойно. Призовые места завоевали Артур Каркмазов, Амур Бигаджаев, Амир Тлябичев и Ильяс Бархеев. В предстающую субботу во Дворце спорта «Олимп» Карачаевска пройдет открытый спортивный турнир по вольной борьбе среди юношей, посвященный 60-летию образования органов предварительного следствия МВД России. Организаторами турнира учреждены памятные кубки, медали, дипломы, а также денежные призы. По сообщению синоптиков, сегодня по республике ожидается переменная облачность без осадков, ветер южный 4,9 м в секунду, температура воздуха 17-20 градуса, в горах местами 11-16 градусов, черкесский днем без осадков, ветер южный 4,9 м в секунду, а столбик термометра поднимется до 21 градуса. Это все новости к этому часу. С ними вознакомил у Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Реклама Чавыча, сёмга, красная икра. На рыбной ярмарке дары Камчатки. С 20 по 23 октября. В доме предпринимателя Черкесск, улица Горького, 8. С 29 октября по 4 декабря. В Кисловодском цирке. Тайна пирата. Вооруженные силы Российской Федерации приглашают на службу по контракту. Военная служба по контракту – это широкие возможности для самореализации, достойный уровень жизни и высокий социальный статус. Сегодня наши военнослужащие выполняют важнейшие боевые задачи. Руководством страны приняты дополнительные меры поддержки участников специальной военной операции. Они наделяются статусом ветеранов боевых действий и получают дополнительные социальные гарантии. Военнослужащие, заключившие контракт для прохождения службы в зоне специальной военной операции в составе именной роты Карачаево-Черкесии, получат региональную единовременную выплату 200 тысяч рублей. Контрактники – это профессионалы, мужественно и с честью выполняющие свой долг. Служба по контракту – твой выбор. Обращаться в военкоматы по месту жительства. Телефон для справок 8-878-2-26-36-32. Песни Великой Победы Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо опять голубое. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас. В наших сборах без сна и покоя. Мне не стало хватать его. Только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не в попад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал. Он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня, будто ветром задуло костер, Когда он не вернулся из боя. Для меня, будто ветром задуло костер, Когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, словно из плена весна, По ошибке окликнул его я. Друг, оставь покурить, А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить, А в ответ тишина. А он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые Нас не оставят в беде. Наши павшие, как часовые, Отражается небо в лесу, как в воде. И деревья стоят голубые. Отражается небо в лесу, как в воде. И деревья стоят голубые. Нам и места в землянке Хватало вполне. Нам и время текло для обоих. Все теперь одному, Только кажется мне, Это я не вернулся из боя. Все теперь одному, Только кажется мне, Это я не вернулся из боя. Вы слушали Радио России Карачаева Черкесия. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова